Я хотела бы задать вопрос, есть ли люди, которым приходилось разрабатывать с поддержкой full browser, скажем так, E8 и E9? О, ура! А верстать кому-то приходилось? Я так думаю, что все испытывали какие-то болезненные и неприятные ощущения при этом, не всегда это гладко, как по маслу, поэтому тема у нас и называется «Если твой клиент хочет E8, who you gonna call?» Можно подумать, что Ghostbusters, но они нам не помогут, и даже котики не помогут в данной ситуации. Я сделала такую мимишную картиночку из тех вещей, которые в принципе могут вывести наш проект в такое красивое состояние котика, поднять его, это знание, которым мы обладаем, здравый смысл, включая всех PM, разработчиков и аргументы, аргументы, о которых мы сегодня тоже будем говорить. Рядом вот этот маленький котик — это то, что происходит, когда все пытаются PM, бизнес-аналитики, всем угодить и, как говорится, сделать все, что хочет клиент. Все-все-все, при этом маленькие сроки и очень дешево. Ну, у нас получается такой недокотейка. В первую очередь, проработав более пяти лет, собрав весь скоуп проблем и вопросов, которые возникают с E8, мне каким-то макаром очень везло на E8, на E9, на старые браузеры, даже успела под E6 поверстать немного. Я вывела такой небольшой список главных вопросов и проблем, которые у нас возникают с ним. Для многих, кто с этим сталкивался, это будет уже известно и не ново, но есть те, кто с этим не сталкивался, и я думаю, они для себя может что-то новое откроют. Ну, в первую очередь, мы знаем, что CSS 3, Media Query и Responsive Design не поддерживаются в старых браузерах. Ну, и E9 вроде как поддерживает, все хорошо, да, а вот с восьмым беда у нас. Flexbox. Flexbox это новая вещь, которую, ну, очень удобная, очень клевая, хотелось бы использовать, но, увы, наши фиксы, которые и костыли, которые будут использованы под старые браузеры, будут более болезненны, чем вообще не использовать его. То же самое касается разных фич HTML 5, филтайпов, сториджей, кэшей, веб-воркеров или сервис-воркеров. SVG не поддерживается в полном формате, всякие CSS-плюшки красивые в виде закругленности, шедов и всего остального мы не можем использовать. Легкую анимацию, которую мы бы перевели из JavaScript на CSS, мы тоже не сможем использовать и придется опять-таки подпитывать все это JavaScript. Если говорить про JavaScript, то ECMAScript 6 не поддерживается, пятый частично. jQuery, он поддерживается, да, мы знаем, но на самом деле есть вторая версия jQuery, и разработчики очень любят в последнее время применять для проектов исключительно jQuery 2. Ну, он как бы новее, а потом ты открываешь такой в восьмом или в девятом, а у тебя, ну, в девятом еще нормально, а в восьмом клиент открывает, и у него просто сердечный приступ, он там в припадках падает. И то же самое касаемо Angular. Они прямо у себя официально, все знают, да, заявляют, что мы не тестируем Е8, и что хотите, то и делайте, а вдруг сработает. Как бы у нас есть проблем, да, которые возникают, которые усложняют нам всю эту жизнь, и есть ресурсы, на которых мы можем проверить, что поддерживается, что не поддерживается. Я здесь накидала список линков. Конечно, многие будут известны вам, может, что-то будет новенькое касаемо этой линки. Здесь можно посмотреть совместимость и интернет-эксплорала, просто в скупочках я ее полный адрес, в общем, сохранила вам. Прежде чем разрабатывать, мы, конечно, можем заглянуть, посмотреть и все это обсудить. В общем, да, есть у нас такая, да, с Е8 и с Е9, и, казалось бы, Microsoft официально отказался от технической поддержки даже 10-го, остается только 11-й, который идет вместе с Windows 10, Windows 8. Но, к сожалению, клиенты не хотят отказываться так легко, они держатся из последних сил, и здесь возникает вопрос, что же делать, если у клиента нету действительных аргументов, почему он хочет использовать все браузеры, поддержку всех браузеров, просто вот ему хочется. Вот я видела, что у меня Зинаида Петровна использует вот такой браузер. Давайте сделаем, чтобы сайт и на ее браузере открывался. Ну, как это так? Вы же можете. В такой ситуации и мы обращаемся к тем аргументам, которые и моментам, которые мы можем предоставить клиенту, чем мы можем оперировать с ним и как мы можем решить эти вопросы. У меня тут такая небольшая схемка, и самый верхний блок в ней — project manager, BA или QA lead. Просто это зависит от компании, в которой вы работаете, кто конкретно занимается общением с клиентом. Где-то это только project manager, где-то это бизнес-аналитики, они общаются с клиентом, составляют тех заданий, соглашаются на все условия, либо же как-то обсуждают все-таки, не соглашаются. И у нас есть два варианта пути. Когда нам повезло с ними и когда не очень. Когда не очень, у нас ситуация, когда project manager, ну, неважно, ответственная личность, соглашается на все, что хочет клиент. Pixel Perfect — да, мы сделаем. Responsive на E8 — да, конечно, сделаем. Мы же профессионалы. Какие вопросы? Потом он приходит в команду, говорит, ребята, есть ТЗ? Сделаем. Ребята говорят, а ты чего, как бы, нет. Ну, мягко. А если сделаем, то, ну, как бы, явно не за три месяца. Ну, ты же там понимаешь. Project manager в шоке, клиент в шоке, а договор подписан, да, возможно, а возможно не подписан. В этой ситуации мы должны собрать все аргументы, которые имеем, и найти компромисс с нашим ответственным лицом. Мы знаем, допустим, что у нас на руках уже есть дизайн, да, мы видим этот дизайн, мы понимаем, какие проблемы могут возникнуть с ним. Мы можем взять, выписать это, прийти и поговорить вот серьезно так с этим лицом, сказать, ну, чувак, смотри, есть вот это там, вот дизайновые плюшки, пердюшки, вертелки, крутелки. Мы не сможем это сделать. Для того, чтобы это сделать, мне нужно не пять дней, а месяц, допустим. Вот то-то-то-то-то, когда скоп времени расширяется, и project manager понимает, что он не впихнет вас всех в одно время, и при этом нужно что-то делать, он может принести эти аргументы и найти компромисс с клиентом все-таки сказать, ну, чувак, да, мы согласились, а давай мы упростим. Давай вот это вот там уберем, или оно не везде будет использоваться. В идеальном варианте, конечно, клиент согласится. Ну, это такой идеальный вариант, но не всегда просто, потому что вы сказали, это долго будет или сложно, а он такой, да, конечно, ребят, не вопрос уже. Вот. А есть второй вариант, когда у нас все хорошо, у нас хороший PM, он думает обо всем, и о компромиссах, и о процессе разработки, о нервах, о результате, за который не стыдно, чтобы у нас не было этого котика несчастного, непонятного. В такой ситуации он уже будет общаться и думать о вас, плюс опираться на ваше мнение. Допустим, лишний раз будет с девелопером контактировать и узнавать, слушай, а вот он хочет то-то, как ты думаешь, можем, не можем. В этой ситуации можно сразу регулировать процесс, да, и до подписания того же контракта. В датарте я побывала на множе… ну, как вебмастер успела побывать на многих проектах, и да, я попадала на проекты, в которых было просто прекрасное ТЗ, когда тебе дают и говорят, вот мы делаем новый проект под новые девайсы и под там, ну, два из десятого, с одиннадцатого Е, то есть, ну, такое. И ты думаешь, о, клёво, все круто. А бывали проекты, на которых ребята пилили, 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 доходили до демо, а потом, ой, а мы же поддерживаем все браузеры, ой, а что же нам делать? И тут ты понимаешь, что за неделю ты не пофиксируешь все баги, и вот в этой ситуации возникла необходимость найти компромет… ну, найти аргументы, чтобы, да, уже даже после подписания контракта уговорить клиента, что, чувак, это не нужно, тем более у тебя нет аргументов, почему тебе это нужно, ну, ты просто так хочешь. Об этих аргументах мы сейчас и поговорим, поохотимся за ними немножко. Ну, это так, что веселее. Ох уж эти аргументы. Первое, самое главное, что скажет вам любой проект менеджер или там ВИА, время и деньги. Все клиенты хотят что? Дешево, быстро, грозно и клёво. Вообще, чтобы качественно было. Это нереально. Поэтому в такой ситуации можно говорить, чувак, окей, мы сделаем, но смотри, мы все браузеры делаем там за три месяца, а вот плюс поддержка того, что ты хочешь, еще плюс полтора-два. И ты платишь за эти полтора-два месяца, потому что это время разработки наших девелоперов. Далеко не каждый заказчик пойдет на эти условия. Либо он откажется, либо, да, он спросит, почему. В этой ситуации вы берете листик, на котором расписано, что вот эти плюшки-пердюшки мы не можем быстро сделать. Мы их переделываем. И как бы, ну, это подкреплено фактами. Это не голые слова, что вы просто захотели с него выбить больше денег. Если клиент не хочет платить больше денег, а клиент не хочет платить больше денег, то, конечно, он на это согласится. Плюс сдвиг релизов. Никто, вы сами знаете, из клиентов сильно не любит, когда ему говорят, мы через месяц-полтора только сдадим или два, тут у нас проблемка, ну, в общем, баги, регрессии, мы снова фиксим, тестируем, мы добавили человека, там, убавили человека из проекта. Им это очень не нравится. И когда они будут слышать, что, понимаете ли, из-за того, что мы это поддерживаем, мы сдвигаем сейчас релиз еще там на пару месяцев, он тоже откажется. Это проверено как бы на опыте проектов. Еще один такой вот немало, ну, такой фактор, это обновление масштабирования проекта. Если это не страница, там, я не знаю, просто профайл фоточек каких-то или какая-то заглушечка, там, сайтик о себе, то обычно всегда захотят, чтобы этот сайт в дальнейшем был как-то обновлен, дополнен чем-то, да, всегда есть первая версия, потом вторая, третья, там, дополнительный какой-то функционал, еще что-то. Если мы поддерживаем весь скоб браузеров, то в этой ситуации все это усложняется. То есть тебе приходится поддерживать намного больше, ну, я думаю, никому это не ново, что приходится рассматривать все варианты, да, и то, что новое хочет клиент, приходится адаптировать под все, то есть опять-таки тестировать еще больше времени. Он не сможет через месяц получить новую версию или через полтора, ему придется на это потратить достаточно больше времени, ну, и денег. Поддержка приложения в будущем. Это имеется в виду, ну, понятно, что ты сам не сильно захочешь это поддерживать, но бывают ситуации, когда клиент берет проект и говорит, ну, спасибо, ребята, вы сделали, пойду-ка я поищу еще кого-то, а вдруг где-то еще лучше что-то там доделают или обновят, приходит, он приносит вот готовый результат, да, он неплохой, и говорит, ребята, я хочу, чтобы вы мне там за 100 баксов, допустим, что-то там продолжили делать, но при этом, пожалуйста, за месяц, и при этом я хочу, ну, вот все браузеры, как ребята делали, а те новые, ну, они видят готовые результаты, говорят, эй, парень, не будет это за 100 баксов, это за 300, он такой, что это вдруг. То есть в дальнейшем он сталкивается с проблемами, опять-таки, денег, времени и поддержки. То есть в принципе весь этот пункт направлен на время и деньги, и это очень существенно. Часто клиенты даже и бросают проекты, и не доделают их из-за того, что либо деньги закончились, либо что-то ему там со временем не подходит. Бывают и такие случаи. Если фактически помогло, но вот вы видите, что клиент такой вроде согласился, или проект-менеджер, да, в принципе эти подходы подходят и для проект-менеджера, потому что если вы донесете это ему, он сможет донести это клиенту. Есть такая вот свот-анализ, или матрица она называется. Конечно, изначально была придумана для бизнес-политики профессором еще очень давно, в 1963 году. Применяется в процессе стратегического планирования, но на данный момент она применяется во всех сферах деятельности, скажем так, вплоть до того, что вы лично для себя можете ее составить, не знаю, для какого-то характера. Ее можно хорошо использовать тоже для общения с клиентом, потому что это визуализация, скажем так. Меня в институте еще учили, это смешно, но реально учили, тому что часто помогает при общении визуализация, когда ты человеку визуализируешь то, что хочешь донести. Эта таблица прекрасно поможет. Она базирует, ну, это акронив, да, сила, слабость, возможность и угроза. То есть мы рассматриваем сильные, слабые стороны проекта, возможности и угрозы. В данной ситуации мы можем это применить и к проекту, использующемуся на старых браузерах. То есть мы, допустим, возьмем, к примеру, гипотетический какой-то сайт. Он у нас есть, там клиент вот говорит, ну да, я вроде хочу, но не знаю, ну, как бы вроде отказался, а вроде нет. Там как бы для меня это как аналогия, когда вот вы звоните в дверь старой старушки, такой, она идет открывать вроде бы, а потом по пути вспомнил, она такая, ой, нет, я хочу чайник выключить. Разворачивается. Ну, так не достучался немного. Мы можем нарисовать такую таблицу, и из позитивных и сильных сторон, это у нас, мы покрываем пару процентов пользователей клиента. То есть если это какой-то продукт, который приносит ему деньги, да, но 1-2 процента денег и потеря всех остальных процентов на девайсах, это не плюс все равно особый. Но его можно внести в плюсы. Это позитивный процент, да. Из минусов это отсутствие новых фич и красивостей. Это дыры в безопасности, которые при использовании старых браузеров у нас есть. Медленная работа приложения, потому что чем больше мы пытаемся подключить всего, чтобы оно работало, оно тем медленнее работает. Большое количество багов, и огромное время разработки, скажем так. Из возможностей это опять-таки за получение этого процента пользователей, то есть за получение какой-то прибыли. Может небольшой. Это если рассматривать, скажем так, продукт, который не узкоспециализируемый, да, а продукт, который направлен все-таки на девайсы, на, ну, в целом на большое количество народу. Потому что, да, есть процент клиентов, которые хотят узкий продукт, который направлен либо только на их какую-то внутреннюю среду, либо на какой-то очень узкий процент аудитории. И из угроз это сдвиг релиза масштабируемость и дальнейшая поддержка, то, о чем мы дальше говорили. В принципе, на этой таблице можно показать, что вот смотрите, минусов больше, чем плюсов, и то эти минусы накрывают сверху плюс зачастую. То есть, ну, плюсов мало. Но бывает такая ситуация, когда у клиента все равно нет аргументов, он говорит, нет, я хочу. И он держится за старый браузер, такой, нет, не пущу. Тогда у нас есть другой вариант, статистика. У нас в DataArts на одном из проектов использовали тоже такой подход, когда ситуация зашла уже просто в критическую точку, релиз просто вот уже на кончике носа висит, а багов просто нереальная куча в старых браузерах, времени фиксить нету, клиент не понимает, в чем дело. Тогда ребята пошли методом статистики. Они выявили аудиторию клиента, то есть, ну, была отобрана действительно аудитория клиента, и по этой аудитории, по месту ее проживания, по региону была сделана выборка использования браузеров. Распечатано, ему предоставлено, что смотрите, действительно, вы направлены на, там, допустим, Западную Америку. В Западной Америке вами пользуются через Е8 и 9 только 2% пользователей, которые и то не приносят особого бюджета вам. То есть, как бы, но вы сейчас потратите больше денег на это и времени, и клиент отказался. Есть достаточно много ресурсов, которые дают просто общие понимания, да, там, допустим, в мире ЕС занимает 1%. Это V3 School, который дает общую статистику просто. Есть V3 Counter, который тоже дает глобальную статистику топ-10, но при этом можно скачать приложение, установить на свой, там, сайт приложения и собирать информацию. Это работает, конечно, в том случае, если у клиента уже был какой-то продукт, и он пришел его обновить, либо сделать круче, и тогда вы можете поставить на старый, да, допустим, там, проверить, что происходит. Но Google Analytics, который можно настроить, но если, допустим, это новый клиент, и он хочет что-то новое по типу стартапа, то тогда просто делается анализ аудитории и используется один из таких самых популярных сайтов State Counter. Я не знаю, может, кто-то из вас пользовался этими сайтами. Google Analytics, да. Ну да, в этой школу больше, как бы, конечно, для девелоперов там типа пообщаться. В общем, State Counter позволяет нам делать выборку по регионам, по месяцам и распечатывать это в красивом виде в графике. Очень визуализирует, очень классно, выбираешь браузеры себе, удобно. Потому что там не просто, там, допустим, Штаты, либо там Европа. Там конкретно вплоть до того, что Штаты разбиты там на разные регионы. Но Market Share еще лучше. Конечно, там нужно зарегистрироваться. Там есть возможность сделать сложные запросы. Как будто мы обращаемся к базе данных со SQL. Мы делаем селект по разным типам подборок. Типа там регион, демографический фактор, женщины, мужчины. Понятно, что оно относительно. Но оно позволяет сделать несколько регионов. Оно позволяет года менять, месяцы менять. То есть оно действительно очень сильно сужает аудиторию, очень сильно сужает район использования. Тоже выдают красивую такую диаграмму, в которой пишутся проценты. То есть это все можно распечатать, красиво показать клиенту. В этой ситуации на том проекте, по нашей политике, я не могу разглашать проект, но оно сработало. Действительно, клиент отказался. Вовремя, в общем, успели. Но при этом мы успели промучиться много времени с старым браузером, пока нашли к нему подход правильный. Но бывают ситуации, когда аргументы не работают, потому что у клиента, ну, специфический продукт какой-то, и он говорит, что нет, вы знаете, у меня пользователи, ну, вот мы смотрим, да, там 15-20% пользуются Е, ну, куда, не попрем против народа. В такой ситуации нам приходится пилить под Е89, имею в виду под разные браузеры. Овечка сарказма, маленькая так, для веселья. Я думаю, что, может, кто-то сталкивался с методами Gracious Gradation или Progressive, кто-то использует их в работе. О, ура, два человека. Уже сила. Три. В общем, конечно, для начала нам повезет, если у нас будет дизайн на руках или дизайнер в руках. То есть, как бы, если есть дизайн на руках, мы можем, ну, клиент нам прислал, и клиент говорит, я хочу вот так. Если клиент все-таки поддается каким-то общениям и обсуждениям, это было бы, ну, это самый лучший вариант, конечно, общаться с клиентом, а не делать, надо бы умеждать, что, а потом, может, прокатит, а оно не прокатит. В этой ситуации можно, то есть, ты можешь сразу оценить всю беду либо радость и понять, что вот это сможет работать, вот это не сможет работать, и прийти с этим и обсудить, а может, давай упростим. Ну, вот мы сделаем, это будет везде работать, а в Е это не будет так работать, оно будет проще, но работать. Это самое главное. Если у нас есть дизайнер в руках, мы можем все-таки поговорить с дизайнером и попросить, чувак, слушай, там, полет фантазии, немножко давай, как бы, не сильно расширяй, а то, как бы, ну, не сможем, и потом проблемы у всех будут. Вот. Конечно, дизайнеры редко получают, но получают. Дальше мы можем использовать один из двух методов. Конечно, лучше прогрессив, чем graceful, ну, graceful degradation, отказоустойчивость, или progressive enhancement, прогрессивное улучшение. Отказоустойчивость имеется в виду, что мы пилим под новые браузеры, такие классные, все, а остальное пофиксим потом. Ну, и получается, как вот на том проекте, на котором, а потом пришлось искать аргументы. Но в данной ситуации поиск аргументов уже не поможет, поэтому это будет ночи до утра в офисе, там, я не знаю, нервы, пять чашек кофе, чтобы все успеть в срок, потому что далеко не каждый клиент скажет, окей, я вам даю еще месяц, если вы не успеваете, да, как бы, вы же подписали контракт. Вот, в такой ситуации graceful degradation, он не очень хороший, тем более, что если клиенту не подходит, что вы сверху напишите плашку. Я не могу тут как бы мочекаться, но тут все плохо выглядит, потому что это старый браузер, обновите его. Вот, поэтому лучше использовать progressive enhancement, конечно. В этой ситуации мы пилим, начиная с самого простого, и потом навешиваем, навешиваем красивостей. Начиная с самого простого, пилим функционал CSS, HTML, который будет работать везде. Поэтому в случае, если в дальнейшем мы навешиваем красивости, они работают только в старых, в новых браузерах, извините. В старых они не будут работать, но функционал будет стабильно, хорошо работать. У нас не будет каких-то глобальных проблем с тем, что вот отвалилось там, не знаю, какой-то drag and drop или еще что-нибудь отвалилось, и мы не можем никак пофиксить, ну, как бы, тратим три дня на это. Мы сможем отдать функциональный продукт. Никто не говорит о красивом, но такое. Мы добавляем normalized CSS, CSS auto-prefixer и conditional comments, условные комментарии. Кто-то пользовался… А, мало кто верстал, да? Ну, вот кто-то пользовался автопрефиксером. Можно не рассказывать или так вкратце? Давайте вкратце. Окей. Normalize CSS, скажем так, нормализирует наши стили. То есть он их не стирает, но он делает так, чтобы они работали везде и везде были правильные, на всех девайсах, на всех браузерах. CSS auto-prefixer парсит и добавляет автопрефиксеры туда, где это нужно, типа box shadow и все остальное. Условные комментарии нужны для ИЕ-семейства. Они держатся другими браузерами, но они позволяют нам дописывать все, что нам хочется туда, чтобы выглядело прилично. Использование библиотеки полифилов. Это такой один очень важный момент, потому что в случае, когда вы используете graceful degradation, не забывайте все-таки подключать хотя бы какие-то библиотеки, которые работают со старым браузером. Иначе ты открываешь, а все вообще просто лежит и отдыхает. Рассмотрим больше библиотеки разные и полифилы. Но самое знаменитое — модернизер. Ну, как бы, я думаю, многие сталкивались или нет. В общем, парсит смотрит, какие плюшки HTML и CSS используются, поддерживаются данным браузером или нет. Если нет, он навешивает на самый верхний HTML элемент классы, и с помощью квадрата мы уже можем делать, что хотим. С JavaScript либо со стилями. jQuery 1x. Почему я его сюда внесла? Я столкнулась у нас с такими проблемами. Это не говорит о том, что у нас плохие разработчики. Это говорит о том, что просто у нас разработчики настолько хотят быть в тенденциях и делать новые штуки, что просто иногда забывают, что надо старое подкрутить. Поэтому подкручивают второй jQuery, и она не работает. Поэтому желательно было бы и первый не забывать. Из полифилов. Полифилы — это такие кусочки JavaScript, которые фиксят дыры в старых браузерах. Точнее, дыры, которые не новые штуки, скажем так. Самое такое используемое — Respond.js. Это когда клиент хочет responsive, но он хочет responsive везде. И он позволяет нам использовать CSS Media Query. В общем, позволяет использовать CSS Media Query. Мы можем точно так же делать responsive под E8, как и под другие браузеры. HTML 5 нам использовать плюхи HTML 5, которые не поддерживаются в старых браузерах. Что касаемо Selective, неоднозначный полифил, потому что, с одной стороны, он позволяет использовать селекторы и псевдоклассы, но, с другой стороны, он глючный и требует поддержки еще MyTools и частично jQuery. То есть вы нагружаете при этом еще больше свой сайт в E8 для того, чтобы запустить какой-то, ну, там, один или два псевдокласса. И remunit polyfill. В последнее время достаточно популярно использовать remunity для responsive и для адаптивной верстки, да и вообще в целом. Но они не поддерживаются в старых браузерах. Данный polyfill парсит, смотрит, ищет их у вас в CSS коде и заменяет на пиксели. Причем пиксели ставят выше уровня, чтобы перебить каскады, которые получаются в конечном счете. То есть вам доступны, скажем, кремы. И последняя сайта — это подборка различных polyfill, которые… там просто очень огромная подборка polyfill для SVG, для fill-type, ну, для чего только можно. Очень клевая. Поэтому я ее сюда добавила. Может, она будет кому-то полезна. Вот. Но это еще полбеды. Есть еще такой момент, как тестирование. Опять-таки, да, на наших проектах я столкнулась с тем, что не всегда ты… ну, не всегда у людей есть, скажем так, либо Windows, винда наша любимая, либо средства для тестирования, казалось бы. Вот. Для этого, если вы не хотите ставить себе винду, если вы пользователь Mac или Linux, и при этом вам, ну, кровь из носу нужно проверить где-то вот это несчастье, то лучше всего использовать браузер стек, на котором можно еще и тестировать и девайсы. Я думаю, есть люди, которые этим пользуются? Есть. Мало. Позволяет, в общем, тестировать и девайсы различные. Это коммерческий продукт, на котором находятся где-то удаленно, далеко, вот такие виртуальные машины с нужными вам операционными системами, девайсами, и оно эмулирует, ну, как бы, отображает вам, что надо, но требует регистрации. Теперь Microsoft запустила Microsoft Virtual Machines, которые вы можете скачать, которые содержат в себе разные браузеры Е. Разные браузеры Е, в общем, как бы вы можете скачать и установить, точно так же вы можете скачать просто в винду и установить у себя на виртуальной машине по типу VirtualBox или VMware, не знаю, чем вы пользуетесь, в Агрантом, для того, чтобы удобно скачать, потому что режим совместимости Е, который вы открываете в дебаггере, далеко не всегда покажет вам то, что реально там вот печально все. И да, бывают все равно такие ситуации, когда долго-долго мучился, и Е все равно ударил тебя по лицу. Для того, чтобы этого не было, не забывайте использовать разные полифилы, джейсы, плюшки и знания. И этот слайд вообще посвящен тому, что вроде бы казалось, Е уже уходит, поддержка Е уходит, а вот появился на смену такой классный edge, ну, как практика показала, я на проектах в DataArt мы успели ним попользоваться, но это то же самое, что Е седьмой переодели просто красивенько. Ну, то тортик некрасивенький. Вот, но чтобы закончить на хорошей ноте, Microsoft нас беспокоится, поэтому он придумает все нам новые-новые варианты. Да. Все, спасибо. Вопросы? Когда вы сказали, что чтобы была поддержка старых бараузеров типа Е 8 и 9, то убираются всего лишь некоторые свистелки, как вы высказались. Что еще может быть, кроме этого, быть убрано? Ну, свистелки, это я так… Ну, это понятно. По-быстрому. Вообще, в целом, можно и функционал какой-то, допустим, тех же драгодромов или еще чего-нибудь договориться с клиентом, что чувак, давай вот… ну, не чувак, понятно, что как-то культурно, а давай мы будем там в новых браузерах использовать красивые эффекты, то есть ты же анимации или там слайды красиво будут вертеться, но в Е для того, чтобы он вообще завелся и запустился, мы там будем… не будем использовать там изи разные, он просто раз пролистнулся без какого-либо дополнительного эффекта. Либо те же драг-н-дробы там просто кликнул, перенес. Упрощение. Упрощение и функциональной части, я не говорю про бэкэнд, я говорю только про визуальную часть сайта. Ну, фронтэнд. Да, точно так же и упрощение, допустим, клиент хочет, чтобы были там мега супер круто, градиенты, тени, закругленности, можно сказать, давай мы сделаем вот такой средний хороший фон, квадратные там кнопочки, но везде дальше все будет вот отлично. А что это вообще за пользователи? Вот такие что-ли еще, все еще остались? Или до них еще не добрались обновления амиго, что ли? Да, есть такие, которые… ну, люди, которые не любят изменений. Стабильность хоть где-то. То есть работает и кае будет. Фанна, спасибо. Я хотела спросить, если мы используем эти библиотеки, полифил, то там, нормалайз, CSS, автопрефиксеры, все это не нужно, но здесь включено или еще и эти все моменты нужно подключить? Это не исключение, это дополнение, потому что нормалайз, он не пофиксит все, он просто приведет какие-то стили, которые возможно привести, да, в целом во всех девайсах. То есть это как такая… это как пончик, не знаю, полицейскому, который делает хорошее настроение на весь день. Он просто пофиксит то, что даже плохо работает в других девайсах и здесь, но он не дополнит теми свойствами, которых он не поддерживает. То есть вам не придется самим писать там листейл на англе, ну какие-то вещи, они уже в нем базово заложены, и они вам облегчат жизнь просто. Ну если такая ситуация случится, что нужно поддерживать Е, то все эти библиотеки желательно подключить? Нет, это был просто вариант. Если вы все подключите, Е просто ляжет и скажет, все, я устал. То есть выбирать из них еще нужно? Да, что вам необходимо больше? Хорошо. И как раз общаться с заказчиком по поводу того, чтобы он понимал о том, что все эти улучшайзеры в старых бразверах будут очень дорого стоить. Как раз про это была вся первая поэнда доклада, о том, что по-хорошему нужно в режиме диалога строить с заказчиками. Не то, что там ESR как бы, да, а говорить о том, что вот эти такие функционалы не поддерживаются, давайте мы там сделаем здесь попроще, там здесь улучшим, там где анимацию отключим. Как раз в режиме диалога заказчикам о чем-то договариваться. То есть они просто нашлепывают все вот эти вот там модули, потому что там одни проблемы уйдут, а потом пройдут проблемы с производительностью и так далее. И еще у меня последний вопрос. Вот я использую галп, в галпе, ну может в гранте тоже есть автопрефиксер. И есть ли в npm такой же таск для чего-нибудь другого, например, для HTML улучшайзера или JS или еще чего-то таск? Честно, вот однозначно не отвечу на этот вопрос, потому что давно не использовала это. Автопрефиксер, да, идет в границе. Нормалайзер, CSS просто там, ну скачиваешь, ставишь как бы. Какие-то вещи есть, какие-то вещи нет. Это надо уже по мере того, что необходимо. Просто далеко не всегда действительно ты используешь даже тот же HTML5 для EEO. Спасибо большое. С ваших слов я услышу, что вы вставляете дополнительные приложения на сайт и от этого замедляется работа самого проекта на EEO в восьмом и девятом. Вы эти дополнительные приложения вставляете от заказчика или сами делаете их там для того, чтобы он потом мог сказать, воу, мне это нравится, там можно я потом к вам дальше буду обращаться? Ну, нет, это касаемо вот этих приложений, то есть полифилы, я так понимаю, да, библиотеки и все остальное. Ну да, как вы сказали, замедляет работу. Да, они не вставляются по желанию, потому что можно их напичкать очень много. И клиенту, конечно, понравится, но ему не понравится, что он будет грузиться 10 минут. То есть нет, ты договариваешься об этом и говоришь, что вот мы вот это вот заменим. Ну, естественно, клиент говорит, нет, я все равно хочу, хочу там закругленные углы, да, и тогда ты подключаешь или там говорю, нет, мне нужен респонсив на Е8. Ты подключаешь только респонт, знаешь, что остальное, но остальное он закрывает глаза. И, ну, как бы это договоренность получается все равно. Он в курсе, что что-то будет и что-то будет замедлять работу. Да, еще вот вы утверждали в сфотанализе, что вы делаете уклон на угрозу безопасности. Вот, и вы ему как-то намекаете, что вот, да, хорошо, вот проект, да, работает, защищен, но твой браузер настолько стар, что его могут, например, разломать, у тебя потом будут проблемы с всего этого. Ну да, да, это имелось в виду, просто это был краткий список того, что можно, ну, проблем, которые можно ему расписать. Просто как бы, можно, конечно, сделать вот такую таблицу там, да, с каждым квадратиком, где это все расписать. Но это имеется в виду, что намек не на то, что угроза безопасности на нашем сайте, и мы такие плохие профессионалы, а в том, что в браузере угроза безопасности самому заложена. Ну, от этого вы можете ему дополнительные услуги, что хорошо, мы вам напишем дополнительную безопасность, но за это надо будет немного еще доплатить. Это не всегда стоит у единого яйца, как говорится. Хотелось бы попросить только больше каких-то более наглядных примеров относительно полифьюов, там, фиксов, фликсбокса, боксшедов. Примеров на проекте? Ну да, то есть как эти проблемы решались для E89, это, ну так, пожелание. Я просто думаю между политикой безопасности, ну вот допустим, Respond.js, честно, часто использовала, потому что даже полгода, год назад я работала на проекте, который поддерживал фулл браузер, все просто, и у нас была жесточайшая респонсив верстка, потому что он хотел там чуть ли не, ну каждый пиксель изменений должен был быть, и при этом он проверял и E89, и мы подключали Respond.js, и мы по мере разработки сразу проверяли во всех браузерах. Это было тяжело, это немножко, конечно, не работает прям так вот гладко, как во всех браузерах, но работает, работает нормально. То есть если он откроет, в целом концепция остается, да, там съехало, сдвинулось, красиво стало, подключились. Он подтягивает эти стили. Что еще? Модернизер это вообще как заположено, зачастую, если скоуп браузеров идет не начиная от E10, он уже по умолчанию как это, ты его вписываешь туда, добавляешь. Ну это библиотеки, это понятно, а что-то такое, я имею в виду конкретно там руками как это поправить, там без библиотек, какие-то случаи такие. Ну это нюанс. Это такие случаи, когда ты уже именно джесс какой-то пишешь, да, конкретно, ну именно как конкретное желание клиента, там допустим он захотел какой-то мудренный drag and drop, у нас был проект, да, и дописывалось вручную вещи, которые в E9 не работали. Фиксилось это все, это было недавно, не могу сказать, но проект по типу конструктора, скажем так. Там все было интерактивно, все двигалось, но не было эффектов дополнительных, чтобы оно там вот так вот двигалось. Но оно не все работало и дописывали, да, вручную. Я понял. Спасибо. Еще такой момент в плане, не помню, слышал я или не слышал, говорили или нет, когда там по поводу уломать клиента, чтобы не использовать, да, вот интернет-эксплорер, то можно в качестве аргумента там привести тот факт, что если запалифилить сайт до такой степени, что там просто либо браузер в лучшем случае погибнет, либо сот просто выскочит, синий экран смерти и все, сайт не будет открываться, работать. В плане аргумента. Вроде такое было, да? Говорили или нет? Оно работает только тогда, когда клиент технический. К сожалению, далеко не всегда клиент технический, а клиент… Ну вот в плане, смотри, как вы говорите, чувак, вот у нас есть виртуальная машина или рабочая, вот мы запустили сайт и вот мы открываем эту страничку, бах, подох, сайт, подох, браузер, подох, Windows. А тут, знаешь, есть такой вопрос, а вы же профессионалы, вы что, не можете пофиксить? Ну, есть пределы как бы вещей, которые можно сделать. Вы же не можете прыгнуть выше головы, можно так ответить, например. И еще маленький нюанс по поводу, вот кто-то спрашивал, кто же эти такие пещерные люди, которые используют интернет-эксплорер, например, восьмой, по поводу этого вопроса. Есть очень простой пример. Давайте возьмем, скажем, украинскую компанию «Укрзалезница», да? И у них, например, парк машин там овер 10 тысяч, например, да? Не будем брать во внимание, что у них там у всех в основном DOS, да? Представим, что у них модный там какой-нибудь Windows XP с интернет-эксплорером, там, восьмым, допустим, девятым. Вот. И представьте себе теперь лицензионным программным обеспечением Windows, лицензионным интернет-эксплорером. Теперь представьте себе стоимость обновить весь этот парк машин, стоимость затраты там, или какой-нибудь консервный завод, например, да, и там купить одну лицензию на один рабочий компьютер, да, например, современной операционной системы, там, ну, например, Windows 7 или Windows 10, да, это обойдется в сколько долларов приблизительно? 300, 500, 200? 300, да? Спасибо большое. Продано. Значит, представьте себе, 10 тысяч машин умножить на 300, это сколько обойдется, например, для корпораций? Ну, сколько миллионов, миллиардов денег? На этих всех компьютерах старых, возможно, не нужны закругленные кнопочки с тенями. Вот, в общем, это один из аргументов, который можно привести. Но там тупое разрешение там 1024 максимум. Да, функционал работать будет, да, то есть просто мы не будем там выкидывать кучу денег на то, чтобы там поддерживать там элементы стиля, которые, в общем, не должны работать как бы на этих компьютерах. Спасибо.